На телеканале «Звезда» время информационного выпуска. В студии работает Карина Агеева. Здравствуйте! Сегодня тематический эфир, посвященный посланию президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу и национальному собранию. Во Дворец Республики с самого утра прибыли многочисленные делегации со всей страны. Всего это 2500 человек. В числе приглашенных парламентарий делегация от областей города Минска. Высшие должностные лица страны, члены правительства, молодежь, журналисты, блогеры и не только. И у всех свои ожидания от встречи с белорусским лидером. Я всегда, честно вам скажу, с придыханием жду вот таких важных мероприятий тогда, когда есть возможность услышать нашего президента. Я, вы знаете, работая даже далеко от города Минска когда-то, я всегда всем говорила, надо внимательно слушать президента. Для того, чтобы у тебя складывалась удачная работа, у любого руководителя, у человека, чтобы ты понимал, что происходит, слушайте внимательно нашего президента. Потому что, будь то это вот такое программное выступление, как обращение к народу и парламенту, либо это совещание любого уровня, президент четко расставляет акценты, которые должен услышать каждый человек в нашей стране. Послание – это всегда знаковое событие, в общем, наверное, для каждого человека в нашей стране. Потому что именно здесь мы определяемся и понимаем, куда дальше пойдем, акценты какие-то расставляются. Поэтому, чего ждать, если одним словом вдохновение, наверное, на ближайшее время, работы и понимание, куда же все-таки мы двигаемся и куда, и какие акценты мы расставляем. В основе послания президента в этом году три вопроса к белорусскому народу, которые волнуют главу государства и наше общество. И первый из них – готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Вопрос кажется риторическим. Сегодня вокруг Беларуси складывается сложная военно-политическая обстановка. Непонятно, что же будет дальше. Многие задумываются, будет война или нет. И президент ответил – да, будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один. И даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего Отечества. Веками наш народ боролся за свою землю, за независимость и суверенитет. Мы получили, мы добились этой независимости. И сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить. И второй момент, когда быть в войне, и Беларусь будет в ней участвовать. Если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение, такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому – наша союзная договоренность. Хочу ответить коллективному Западу. У них это вопрос очень важный. Будут ли войска на территории Беларуси? Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые сотнями тысяч беларусов будут отстаивать эту священную землю. Беларусь не хочет войны, однако руководители некоторых стран жаждут этого. На южном направлении нарастает напряженность. Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство. Но мы, родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков. И это надо сберечь, чего бы ни стоило нам. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи – основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то не хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем. Приоритетным на ближайшее время для Беларуси станет укрепление мощи своей армии. Стоит задача не просто усовершенствовать материально-техническую базу воинских частей и обучить их личный состав современным методам отражения угроз. Александр Лукашенко видит перспективу в развитии производства элементарного вооружения и боеприпасов. Конечно, не обойтись без поддержки союзников. Нужно более активно развивать взаимодействие с Россией и другими нашими союзниками по договору о коллективной безопасности. Пример Казахстана показал, насколько оперативно УДКБ может реагировать на угрозы безопасности на евразийском пространстве. Силы коллективной безопасности стали ключевым фактором стабилизации обстановки. Новая военная доктрина союзного государства существенно усилит гарантии мира в нашем регионе. Необходимо повышать эффективность стратегического сдерживания, проводить совместные мероприятия по оперативной боевой подготовке в оборотительных целях. Это очень важно. Безопасность Европы. И Беларусь на страже безопасности Европы вместе с Россией. Потому что Европе война не нужна. Война нужна там, за океаном. Им хочется, чтобы мы здесь сцепились на территории постсоветского пространства и друг друга убивали собственными руками. А они будут оружие поставлять и радоваться. Особенно актуальна тема повышения нацбезопасности звучит на фоне недоброжелательной политики в отношении Беларуси. Миграционный кризис показал нежелание Запада решать эту проблему. При этом наша страна нашла способ урегулировать ситуацию с мигрантами у нашей западной границы. Быстро, достойно. По-справедливому. А есть еще и санкции. Здесь позиция президента однозначно сделает все возможное, чтобы беларусы не ощутили последствия таких недальновидных шагов Запада. Поэтому второй вопрос Александра Лукашенко звучал. Готовы ли беларусы платить за суверенитет и независимость? К слову, ответ знают беглые змогары, которые разочаровались в жизни за пределами Беларуси и не знают, как вернуться домой. Александр Лукашенко предложил им покаяться. «Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком. Если не можете сами, если не можете сами, ну всякое бывает, лицо надо сходить, что-чего-то. Опыт есть у литовцев и поляков. Пусть они вас на границу подкинут нам, как беглых, а мы вас заберем». В августе 2020-го, конечно же, с поддержкой Запада, в том числе и финансовой, была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию беларусской нации. «Перечеркнуть наше развитие, отбросить с нас назад. Но не получилось. Мы выстояли. Однако совершили немало ошибок. На ошибках надо учиться. Историю не стоит забывать». «Действительно, может быть, предыдущие четверть века как-то историю не очень, ну недооценивали, не очень много внимания обращали. Поэтому противник там захватывал целые пласты. И какая задача стояла? Исковеркать душу беларусов, фактически, исказить нашу историческую память. Сейчас мы ставим преграду на этом. И поэтому очень важно услышать от президента в начале этого судьбоносного года основные направления, основные ориентиры развития Беларуси, защиты нашего суверенитета и борьбы, борьбы за нашу историю». «Действительно, это будет борьба за историю в год исторической памяти. В этом году новый государственный праздник – День народного единства. Еще сильнее зазвучит фактами, событиями, именами». «Мы должны помнить, а наши дети должны знать, когда и как перекраивались белорусские границы в угоду чужим национальным интересам и каково это – жить на родной земле, но в чужом государстве». «Размышляя над этим, вот о чем хочу сказать, веками, усилиями многих поколений, тернистым путем, за частую, а не порой ценой жизни, белорусы шли к обретению национального государства. Да, нашему поколению не пришлось платить за суверенитет кровью. За это заплатили те поколения, которые были до нас. Да и Бог нам помог. А сегодня мы должны защитить эту независимость, потому что второго шанса создать свое государство не будет». Третий вопрос от президента к белорусам. Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя, а все остальное, что от государства, мы сохраним, отметил президент. К слову, помощь от государства сегодня для белорусов неимоверная. К примеру, медицинская помощь. Сегодня одна из основных задач – сохранить жизни людей. Президент лично будет контролировать показатели смертности. Среди новшеств каждому белорусу предоставят минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования. Не обошел президента тему борьбы с коронавирусом. Акценты для Минздрава главой государства расставлены. «Даст ли новый импульс? Безусловно. Это даже будет не импульс, это, наверное, будет новая ступень развития. Почему? Потому что она связана, первое, с оценкой работы по пандемии. Это первое. И второе – очень жесткие требования, с чем мы должны выйти с пандемии. Второй компонент – сохранение планового элемента оказания медицинской помощи в условиях пандемии и с выходом на иные принципы работы системы здравоохранения, особенно в условиях ранней диагностики в пандемичный период и постпандемичный период, с опорой на переснащение системы здравоохранения и построение новой биотехнологической отрасли, скажем так, или требований, которые в следующем случае изучали главы государства. На все это у нас есть, скажем так, уже первые шаги, которые мы сделали. Очень важный компонент, что все поручения в этом отношении даны. Президенту удивило, что в ходе Конституционной комиссии предложили убрать одну из статей Конституции – забота о собственном здоровье. Ответ Лукашенко однозначный. Ребята, это не со мной. Как это так? Как это так? Как можно лишить человека законно заботиться о своем здоровье? Говорят, переживаю, что медицина будет платной. Еще раз повторяю, наша медицина, которая есть, ее бесплатный характер продемонстрировал свою силу. Если не было бы этого, мы бы с ковидом боролись, как там на Западе. Там деньги не заплатишь, тебя никто лечить не будет. Под забором будешь валяться. Кольнут пятую точку, и там будешь лежать, пока не поднимешься. Я же это прекрасно понимаю, поэтому мы никогда не пойдем на то, чтобы эту так называемую бесплатную медицину, здравоохранение уничтожить. Мы будем ее совершенствовать. Мы будем развивать ее. Но при этом вы, мы, человек, должен заботиться о своем здоровье. Если этого не будет, мы из ковидом никогда не вылезем. Если говорить в целом, то экономика Беларуси за последний год сделала огромный рывок. Рост производства составил 107%. Это небывалый показатель, но сейчас важно направить усилия на решение вопроса импортозамещения и при этом не забывать про экспорт. Среди белорусских партнеров не только Россия. Активно развивается дружба с Китаем, Индией, Пакистаном, Турцией. Готовы белоруси к диалогу со странами Запада. Сегодня ко мне поступает масса сигналов. Давайте восстанавливать отношения и с Польшей, и с Литвой, и с Соединенных Штатов Америки. Ответ один. Давайте. Но нам надо сохранить лицо. Хорошо. Когда-то я говорил, и нам надо сохранить лицо. Сегодня я говорю прямо. Мы поможем вам сохранить лицо. Если вы хотите с нами сотрудничать по-настоящему, демократично, не нарушая наш суверенитет, независимость, не выставляя нам вопрос, вы с Россией или против нее. Всегда с Россией. За два с половиной часа Александр Лукашенко поднял немало тем. Одна из них касалась развития регионов. Позиция президента однозначно. Нужно создавать условия для жизни людей во всех уголках страны, чтобы те, не искали лучшей доли, а оставались на малой родине. Поэтому в каждом райцентре должно быть перспективное, желательно экспортоориентированное производство. Для нас особенно актуально было то, что президент в своей речи, в своем выступлении затронул тему развития регионов так называемых 80+. Что те комплексные мероприятия, программы, которые уже реализуются, будут продолжены. Есть положительные результаты, есть флагманы в этой работе. Был привезен пример Оршанского региона, в который в последние годы было вложено значительно средства развития в социальной сферы, в создание условий для привлечения инвесторов, развития промышленного потенциала. И этот регион обозначен как ориентир, к которому надо стремиться. Поэтому нам тоже, соответственно, стало понятно, в каком направлении двигаться, развиваться, какие акценты делать при планировании нашей деятельности в нашем регионе. В своем послании Александр Лукашенко не мог обойти тему изменения Конституции. В политической жизни Беларуси появится новый субъект – Всебелорусское народное собрание. Это будет Народная Веча. Состав высшего представительного органа будет отражать мнение всех слоев населения и определять, как будет жить страна. Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента. Примите вы решение, этот президент пойдет на покой. Все, он уже сделал свое дело. Соштете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране, вы скажете. Я не забронзовел. Вы всегда можете прямо в лоб мне сказать все то, что я должен делать или не делать. Выступления президента дополнили вопросы участников встречи. Кто-то уточнял отдельные темы, затронутые главой государства, кто-то благодарил и выходил с инициативой. Но всем понятно, что разговор не закончен. До референдума Александра Лукашенко планируют обсудить новшество Конституции. Есть еще один повод встретиться и поговорить. В ближайшее время найдем время для того, чтобы на уровне главы государства по косточкам разобрать все претензии к органам власти. Мы работали, работаем и будем работать во имя нашего единства, во имя нашего народа и все будем строить для него. И государство в том числе. Кому нужно такое государство, если в него не верит народ? Мы сделаем все, чтобы он верил еще больше, чем верит теперь. Спасибо, успехов вам. У меня на этом все. Подробности и основные акценты послания президента, а также мнения экспертов смотрите в понедельник, 31 января, в информационно-аналитической программе «Альтернатива». А я напомню, что наши программы в любое удобное время можно просмотреть на ютуб-канале телеканала «Звязда актуальной новости», также в наших аккаунтах в социальных сетях. Я желаю всем хороших выходных и передаю слово нашим коллегам в телекомпании «Воен-ТВ». Оставайтесь с нами. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитош. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным специалистам различных сфер деятельности. Среди награжденных представлены и военнослужащие орденами за службу Родине второй и третьей степени награждены заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Павел Муравейко и заместитель начальника управления главного оперативного управления генерального штаба полковник Алексей Кондрашов. В Центральном доме офицеров для атташе иностранных государств и средств массовой информации состоялся брифинг начальника генерального штаба первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Гулевича. Повестка. Предстоящая проверка сил реагирования союзного государства на территории Беларуси. При разработке замысла проверки и непосредственно ее второго этапа использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к развязыванию агрессии против союзного государства. В том числе был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году. Все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развитие кризисной ситуации в Республике Казахстан в начале текущего года. На аэродром в Барановиче прибыли многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил России для участия в проверке сил реагирования союзного государства. Во время выполнения полетных заданий экипажи совершили две промежуточные посадки на территории своей страны. Мы очень рады их видеть на нашей гостеприимной земле. В дальнейшем будем вместе выполнять задачи, которые нам поставят. Они довольны, впервые к нам прилетели, преодолели большое расстояние. Поэтому им тоже это новое, приятно побывать на нашей земле, именно в Беларуси и в Барановиче. Это были новости в форме. Смотрите нас во вторник в эфире телеканала «Звязда». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Мы сами определяем предел возможностей. Знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды. Храня верность традициям. Мы едины, мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин